Новый курс поможет в развитии достигаторства? Новый курс на развитие женственности, на знакомство, ну и в принципе те же самые инструменты можно пользовать в отношениях. Достигаторство, да, там есть такой раздел как рапорт, как достижение целей. Это как раз тот случай, когда женщина говорит, я хочу, чтобы он, а он, вот чтобы он воспринимал ваши мысли как свои собственные и ваши желания как свои собственные, должен быть рапорт, да. Отношения, хорошие отношения это рапорт прежде всего. Чтобы мужчина достигал наших целей, нужно уметь создавать с ним рапорт. Вот, мужчина, хотим мужчину достигатора, нужно развивать в себе женственность. То есть там про это. Достигаторство в смысле отношений, конечно. И опять же, осознанность. Вот мы когда проходимся по-разному, вот мы там работали над любовью к себе, мы как, мы вот из какой-то раздробленной непонятной части, такой недолюбленной, мы собираем целую личность, частей вернее разных. Мы собираем целую личность. Потом начинаем, так нацелились на отношения, потому что для женщин отношения очень важны. Когда у неё в контексте отношений всё нормально, она способна развиваться, она так это делает прям, с вдохновением и так далее. Достигаторство в смысле отношений. Вообще на осознанность. То есть умные и сообразительные, они могут брать эти инструменты и применять в других областях, потому что оно всё работает по одному и тому же принципу. Муж не хочет встречаться с моими родными. Для меня это очень важно. С его родными я провожу время. Для меня они тоже семья. Но для мужа моей нет. Вот это как раз рапорт. Потому что в семье есть то, что очень редко прям вот, чтобы, знаете, на 100% совпадали. Ты хочешь туда, я хочу туда. Ты хочешь это, я хочу это. Очень часто это компромиссы. Мне это нафиг не надо, думаю я. Но я люблю тебя, и я для тебя это сделаю. Я тебя не хочу огорчать. Я хочу сделать тебе приятно. Поэтому то-то, то-то и то-то. То же самое мужчина. Он смотрит и думает, зачем мне это? Не хочу я этого. Но я знаю, что для моей Маши это важно. Я хочу видеть её восторженные глаза. Я хочу слышать, как она мне скажет спасибо. Я хочу видеть, что моя Машенька чувствует, что её любят, и они заботятся. И я виновник вот этого вот, ну виновник в кавычках. Я виновник её хорошего настроения. Я ей сделал приятно, я ей сделал хорошо. Мужчины, да и мы в принципе, все люди любят чувствовать себя полезными, героями, признанием, да, что я молодец, я всё правильно делаю. Видимо у него нет ответа на вопрос, зачем. Да, то есть нужно посмотреть. Может быть отношения нужно сначала подправить, чтобы он вашу эту просьбу удовлетворял. Несмотря на то, что ему не хочется, например, лень, неприятно, он говорит, ради тебя я сделаю. Поедем и то-то, и то-то. Поэтому один вариант. Отношения, ну, он просто, вот знаете, ему всё равно на ваше состояние. Это у него не есть хороший знак. То есть вы такая просите его, а он, и ему пофигу, что вам будет плохо. То есть не есть хороший знак. Посмотрите, что у вас там в отношениях. Может быть слишком много упрёков. Вот одно и то же, да, ты не делаешь это, ты не делаешь что, ты не делаешь, ты плохой, ты то, а я хорошая, я вот жертвую, я делаю, я ради тебя. Очень тяжело жить со святыми. Многие женщины встают на, я не знаю, ваш этот случай или нет, но, к примеру, да, может быть, вы узнаете себя, может быть, в какой-то части. Очень многие женщины подсаживаются на вот эту позицию. Я молодец, я жертва, я страдаю, я ради семьи, я ради детей, я вот то-сё. И как бы, или не мой укор, да, у кого на что фантазии хватает, или не мой укор, страдание вот это вот постоянно. Я молодец, а ты? Или громкий укор, да, постоянно высказывает. Вот а ты, а то, а сё, 5-10. Мужчина просто устает элементарно. Он просто устал слушать, что он плохой, и что вы вся из себя такая невозможная. постоянно вы что-то делаете ради семьи, постоянно вы страдаете, постоянно вы, во-первых, он думает, нафига мне такая семья, что я должен постоянно страдать, что ли, он смотрит на ваши страдания, во-вторых, ну, типа, я на это не подписывался, что я постоянно должен на себя наступать и страдать то здесь, то там, и ради семьи что-то постоянно делают, но если она такая страдалица, думает он, то мне это нафиг не надо, и он просто отмораживается, ай, ну, хочешь, делай, а я не хочу, все, И он даже не хочет искать никаких компромиссов, просто потому что он устал. Это первое. Второе. Когда забыли, когда говорили о том, что хорошо, о каких-то достоинствах. И он попал в семью, вот когда он был в отношениях с вами, и восторженные глаза были, и всё как-то было прекрасно день через день, и как-то вот обмен энергиями. Сейчас он превратился в мужа, добытчика, что-то он постоянно всем должен. Никто ему не говорит уже сто лет о том, что где-то он и правильно сделал, где-то он и хорош. То есть всё хорошее воспринимаем как должно. Я просто когда-то на эти грабли наступила, мне они хорошо пол дали, два раза. Я теперь чётко помню, что нельзя воспринимать как само собой разумеющееся всё хорошее, что для нас человек делает. Он контракт не подписывал пахать на нас, помогать нам постоянно, делать что-то. Как бы ему за это не платят вообще совершенно. Он вступил с нами в отношения, потому что он когда-то в наших глазах увидел обещание счастья. Только поэтому. Не потому что он хотел пахать, уставать, жертвовать, страдать и так далее. А потом обещание счастья исчезло, и появились только очередь упрёков и долженствований. Должен, 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 должен. Поэтому я себе зарубила на носу. Всё хорошее, что делает человек, нужно обязательно благодарить. Тогда он с охотой идёт на следующее какое-то преодоление себя. Вот ему тяжело, но ради вот этого хорошего, да, вот что вы ему дадите, посмотрите, скажете, улыбнётесь, похвалите. И ещё лучше и 10 раз похвалить по одному и тому же поводу. Человек легче, он знает ради чего. Он знает ради чего. То есть он должен знать ради чего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова